Сегодня ты изрядно поработал. Пошли поужинаем. Ночью будет холодно, говорит Собаки, понадобятся дрова. И продолжает рубать. Я оставлю тебе мясо. Возможно, даже найдется эль. Откуда у них жратва? Там вообще же ничего не понятно. Вы сидите посреди чистого поля. То есть, я понимаю, как вы какие-нибудь эти, карбонарии какие-нибудь итальянские. То есть, по-русски, углежоги, которые пошли в лес, в горы жечь дерево на уголь. Взяли с собой, например, это есть паста карбонара, мы знаем. Паста карбонара – это, соответственно, паста с овечьим сыном сыром пекорино. Это дешевый сыр. То есть, овечье молоко дешевше, чем коровячье. У нас почему-то пасту карбонару делают со сливками, итальянцы начинают орать. Вы охерели? Это же люди в горах. Они ограничены. Сухой эти макароны, сухой сыр. Вот вода, вскипятели, посыпали, натерли. Откуда сливки? Там никто сливки с собой не носил. Давайте аутентично делать. А здесь вот вы на такое количество народу. Это вы... Огородов вокруг нет. Там человек... ...лежать телегикой сотнями килограмм. Ну, на 50 взрослых человек – это 50 килограмм в сутки. Так точно. Они физически работают и не собираются голодать прямо по-настоящему. Они работают, да. То есть, надо как-то возмещать, чтобы не обессилить. Те, кто не работал никогда, особенно на свежем воздухе, это вообще не понять. Там жрать надо. Просто как землеройная машина. И все уходит. Представляете? Жрать хочется очень. Да. На свежем воздухе. Да. Мы когда в Чехии были, в Праге, там какие-то эти кнедлики. Я никогда понять не мог, что это такое. Гадость такая, на мой взгляд. Ну, это как батон нарезать и горку от него отрезать. Да. И вся жратва. И там подлива адскими какими-то количествами. Этим кнедликам ее вымакивать, жрать. Я сразу же... Это жратва какая-то. Либо для косаря, который там весь день. Либо для молотобойца. Нормальный человек такой. Жрать не может. Это крестьянская еда. Ну, такая. Почему она такая? Потому, что устаешь. Потому, что да. Вот кило нарыло. За день. Надо. И все. Это непрерывно. Когда приезжаешь, например, на страйкбол. Или на какой-нибудь наш военно-исторический фестиваль. Я к тому, что никогда в детстве, когда аппетит хороший. Всегда вообще. А вот там сейчас в сорок плюс лет приезжаешь. И там начинается строяк. То есть, копаешь какие-то блиндажи. Или строишь какие-нибудь наши лагеря. Разгружаешь грузовики. Это вот первые сутки. Мастхев. Ты все время это делаешь. На свежем воздухе. Блин. К вечеру уже кажется, что будешь жрать гвозди просто. Вот просто пофиг что. В этот момент опытные девушки занимаются готовкой. И ты потом говоришь. Богиня. Это просто я не знаю. Полюбил я тебя. Это ж просто бог приготовил. Фактически. Настолько это вкусно. Потом девки прекращают готовить до конца фестиваля. Потому, что мы же вас первые день накормили. Теперь ваша очередь. Мерзавки опытные. Да. Но самое главное, что в первый день. Вот когда наломаешься на свежем воздухе. Я не знаю. Сожрать можно. Просто тупо все. И ты не можешь наесться никак. Вот никак. Потому, что калорий улетело столько. Просто за счет обогащения организма кислородом. Все сгорает к черту вообще. Да. Ну. Хер с ними. С идиотами. Легко посчитать, что если у вас сутки 50 килограмм еды, то на неделю вам нужно 350 килограмм. То есть, телега полная. Откуда вы ее запасаете? Да. Я бы дальше еще пошел. А хозяйство-то ваше где? Что вы вот это все бросили. Приехали сюда строить какое-то мракобесное сооружение. Кто вас кормит-то? А кормит вас кто? А дети ваши где? В таком возрасте? Где все это осталось? На кого брошено хозяйство? Где хотя бы козлы какие-нибудь, которых доить здесь будете? Ни хера нет. Идиоты. Уже все у меня вызывает серьезное раздражение. Потому, что глупое настолько, что я даже не знаю.